Добрый день! Добрый день! Меня зовут Акаки Зантарая. Я являюсь молодым фермером, так сказать. Занимаюсь уже третий год выращиванием голубики высокорослой. Что могу сказать будущим фермерам? Начинайте, занимайтесь, выгодное дело, подходите правильно к этому вопросу, изучайте литературу и сажайте. Все у вас получится, если приложите сердце и душу, как говорится. Я родился в Сухуми. К сожалению, во время конфликта 1993 года пришлось эмигрировать. Эмигрировали мы в Россию, я там прожил более 20 лет и все равно вернулся сейчас к себе на родину, потому что родина зовет, как говорится. И мы, наша семья полностью занялись сельским хозяйством. У меня здесь работает мать, отец, родственники еще подключены. Мы все вместе пытаемся наладить процесс. У нас высокорослая голубика, это культивированная черника, грубо говоря, дикая. Мы приобрели в 2015 году на аукционе сад этот. Он был экспериментальный, здесь было посажено более 9 культур в 2011 году. И, в общем, эти культуры, это был старт, грубо говоря, голубичного вообще в Грузии бизнеса, так, фермерства и бизнеса. Потому что никто не знал, какая культура проявит себя, какая проживется. И на основании этого сада были сделаны выводы по сортам, что более подходит, грубо говоря, к нашей почве, к нашему воздуху и к нашей воде. Ну, мы тоже делали свои выводы на тех сортах, которые у нас растут. Ну, самый удачный сорт – это Легаси. То есть мы рекомендуем его сажать, потому что он более устойчив к транспортировке. Во время сбора, так сказать, точка отрыва, то есть кожица сохраняется. И сама ягода довольно долго держится. Если все правильно делать, у вас есть 45 дней довести ее до покупателя. То есть, ну, вперед, вперед жизни, да, грубо говоря, да. Ну, это надо прямо все правильно делать. Очень большое влияние имеет именно сбор и сохранение этого. Мы мучаемся, у нас пока холодильника нету. Ну, есть там разные методы охлаждения. Но в данный момент мы пока мы сейчас на таком, на зачаточной стадии находимся. Потому что и сад увеличили, посадили более 9 гектаров сейчас, добавили к существующему саду, к нашему. И очень много работы. Просто не вылазим с поля днем и ночью. Пока погода есть, работаем. В данный момент мы экспортируем все на российский рынок. Ну, мы рассчитываем на европейский. Мы предприняли несколько шагов. Получили сертификацию Global GEPA. Прошли. То есть, мы рассчитываем все-таки на европейский рынок. Потому что там и цена выше. Ну, Европа тиктует правила. Надо соблюдать качество и сбора, и упаковки. И к этому мы идем. Ну, в данный момент мы сейчас экспортируем на Россию. На Россию у нас тоже довольно хорошие завязки. Мы сдаем ритейлерам премиум сегмента. То есть, уходит товар. Ну, все. Слава Богу. Саженцы мы завезли с Америки. Это компания FolkRig. И еще с европейского рынка тоже завезли. К сожалению, не помню название. Ну, тоже хорошие саженцы у них. Ну, FolkRig. Это та компания, которая построила этот сад. То есть, они в 2011 году приезжали здесь и сажали их саженцы здесь. Они хорошие. Довольно качество. Да, у них качество хорошее. Они давно на рынке. Они знают свое дело, грубо говоря. Так что, рекомендуем. На местном рынке очень опасно покупать саженцы, потому что непонятно, что купишь. Никто гарантию не дает. К сожалению. А какие саженцы в основном присутствуют на местном рынке? Местные или же экспортируемые? Ну, есть и местные саженцы. Есть компания VanRik. У них лаборатория. Они разводят саженцы. Как я знаю. Есть украинские. Белоруссию завозят. Сербию завозят. Но очень никто не обращает внимания на сезонность этих саженцев. То есть, каждый саженец, каждый сорт имеет свою, грубо говоря, как вам объяснять. Есть южные сорта, есть северные сорта. И надо очень подбирать, потому что под наш климат, что к нам подойдет. То есть, нужно четко понимать, в каком регионе подходит саженец. Да, обязательно. Потому что, может быть, там, допустим, в Кутаисе, там очень жарко. Там, может быть, не подойдут те саженцы. То есть, очень важны климатические условия. Где-то очень-очень жарко, где-то не очень жарко. Допустим, в горной местности температура достигает там. Хотя у нас тоже жарко, на самом деле. Везде жарко, в Грузии. И жара очень сильно влияет на качество ягоды. То есть, это основной показатель, когда проходит сбор, чтобы ягода не была перегретая. Перегретая? Да. То есть, нужно вовремя собрать, чтобы она бы не нагрелась, да? И вовремя собрать, и охладить ее. Иначе срок жизни ее просто в катастрофических тенденциях сужается. Какие у вас дальнейшие планы? Вы будете расширяться строить холодильную установку? Не, ну мы обязательно должны построить себе холодильную установку. Есть планы. Сейчас проектируем. И нас вроде финансируют. Ну, мы еще не выработали концепцию, каким путем мы пойдем. Потому что эти холодильники, которые здесь строят, это немножко не наша тема. К сожалению, специалистов не хватает. Сейчас консультируемся с Европой. Там, ну, с разными структурами, чтобы понять, каким путем мы пойдем. А так, мы максимально сейчас расширяемся. У нас еще есть необработанная земля. Там, за теми елками. Ее тоже будем, наверное, саживать саженцами. Но у нас много проблем. Сейчас решаем их пока. То есть, и дренажные системы, водоотводы. То есть, вы видите, какой у нас рельеф. К сожалению, вода все смывает, вымывает. И боремся пока не с этим. Сейчас зима на дворе. Надо от дождей спасаться. Потому что саженцы погибают от этого. И мой совет, прежде чем начинаете готовить землю, посмотрите, как у вас стоит вода. Именно в дождливую погоду сходите. Это фермерам. И посмотрите, где она накапливается. Потому что после того, как вы возведете уже ряды, посадите саженцы, будет поздно. Ну, то есть, вы потеряете очень много. То есть, это такой совет. Спасибо, Кахов, большое. Не за что. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok